Петров Номер сорок первый, сорок первый, простите, пожалуйста, я не просто номер сорок первый, я сорок первый президент. Это кто здесь такой умный? Тебе козлу номер называют, отвечай как положено. А вдруг вы не меня имели в виду? Точно козёл, а? А кого же я ещё тут имел-то? Ты же тут один, имя, фамилия? Клинтон, нет, Блинтон, ой, простите, я уже не помню, у меня всё время болит в голове. Ну ты даёшь, но я понимаю, чирий там или мозоли, а голова, это ж кость, чему там болеть? Ну если по кости всё время стукать, то она тоже будет болеть. Ну выходи, Контра! Короче, Склихосовский, шаг влево, шаг вправо, попытка побега, прыжок на месте, провокация, имею право применять оружие без предупреждения. А вы не могли бы сообщать мне так же и о моих правах? И о каких ещё правах? Например, что я имею право хранить молчание, потому что всё, что я скажу, может быть использовано против меня. Какое нахрен право хранить молчание? Да тебя сейчас наши лучшие спецы как раз и будут колоть для того, чтобы использовать всё, что ты скажешь против тебя. Единственное, что ты ещё должен будешь постараться сохранить, так, это остатки твоего хилого, вонючего здоровья, ты понял? Курите. О, спасибо, я не курю. Курите! Хорошо, хорошо, если вы настаиваете, я закурю. Что вы, что вы, Геннадий Андреевич не настаивает, он просит. Когда он настаивает, это выглядит совсем по-другому. Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы постарайтесь отвечать как можно точнее. А я могу задать вам вопрос? Встать! Встать, сволочь! Это я тебе говорю. Только один вопрос. Можно ли я буду иметь адвокат? Конечно, конечно. Я забыл вам представить. Геннадий Андреевич и есть ваш адвокат. Да-да-да, между прочим, лучший у нас. Можете присесть. Спасибо. Я лучше стоя постою. Сидеть! Я сказал, сидеть! Итак, ваши фамилии и имя. Говори, сволочь! Блин, ой, Клин. Ну-ну-ну, спокойнее, спокойнее. Мы и сами это знаем. Клим Блинтон. Ведь так? Да. Кажется, так. Или почти что так. В конце концов, это не так важно. Где проживаете? В Белом доме. И давно вы там были в последний раз? Я... Вчера... Врешь, лишениц, врешь. В Белом доме уже полгода наши. Должен вас предупредить. Что по нашим законам, чистосердечное признание облегчает вину. Хотя в вашем чьи и это не важно. Вам знакома эта гражданка? Это... Марика Левинский. Стажер. Вы состояли с ней? В... В интимных отношениях. Это не ваше дело. Встань, сука! Когда с тобой разговаривает советский офицер! Да, да, да. Мы белые знакомые, но это же еще ни о чем не рассказывает. В каких отношениях ты состоял с этой Манькой Левинской? Отвечай, Иуда! Имейте в виду, нам все известно. Вы шпионы? Но это же есть нарушение прав человека! А где вы видите здесь человека? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе? Вы здесь не как человек, а вы здесь на допросе. Да, вы садитесь, садитесь. Сиди! Хорошо, гуд. Я буду говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Верьте мне. Я хочу, чтобы меня судил все прогрессивное человечество в присутствии свободной прессы. Лично я хочу вам верить. Очень хочу. Попробуйте убедить в своей искренности и Геннадия Андреевича. Вот именно. Да-да-да, и мы постараемся вам помочь. Конечно. Мы же не звери, мы же тоже где-то в чем-то мужики. Правда, Гена? Правда, Гена. Давай, колись, извращенец. Все по порядку, кого, как, где и когда, сколько раз, в какой позе, говори. Встать! В суд идет! В открытом судебном заседании особой тройки и в присутствии представителей общественности и прессы слушается дело о неподобающих отношениях. Господа, господа! Я хочу сделать заявление для прессы! Тихо, 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 сядь, контра, сядь, я сказал! Я протестую! Обвиняемый, вы что, невменяемый? Вы хотите сделать заявление до начала судебного заседания? Да, ваше честь. Ваше превосхидительство, товарищ господин военный юрист. Я протестую против нарушения прав человека. Меня били, мне угрожали. Все мои показания над пидороварительным следствием даны под угрозой физического насилия. Да врет он все, ваше свинство, ваше... Я ни в чем не виноват. Я прошу разбираться. Пресса должна вмешаться. Стоп, 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 стоп. Съемка окончена, пресса свободна. Свободная пресса направо. Шагом. Раз, два, раз, два, раз. Ну и что, помогли вам представители свободной прессы? Нихрена они вам не помогли. Бесполезно. Свобода прессы – предрассудок. Согласны? И никто вам не поможет, кроме вас самих. Согласны? Да согласен он, согласен. Тогда пишите. Я, в смысле вы, ну как вас там полностью-то... Уильям Джефферсон Клинтон. Вот-вот. Бывший сорок первый президент Соединенных Штатов. Равнее, равнее пишите. Соединенных Штатов Америки. И, находясь в полном уме, быстрей и здравой памяти, хочу сообщить компетентным органам. Не надо рисовать органы. Компетентным органам, что в течение нескольких лет находился в преступных, именно в преступных отношениях со стажером Белого дома, так, гражданкой США, Моникой Левинской. И не только с ней, а также я находился в отношениях еще со многими другими стажерами и стажерками. Геннадт. 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 Чего? Ты что несешь-то? С кем ты находился? Тут все прослушивается, просматривается. Это он, это он находился. Стажерами и стажерками американских... И не только американских организаций и учреждений. Как гражданами США, так и гражданами других стран с целью создания широко разветвленной агентурной сети. Общей численностью несколько тысяч человек, в том числе одна королева английская. Толки одна? Не юродствуйте. А также некая женщина, без определенных занятий, называющая себя мать... Пиши, мать Тереза. Как? И с ней тоже? А почему, например, не со статуей свободы? Она в известном смысле тоже женщина. Да, и не только с ней. Подробный список связей прилагается. Где он? Вот он. Кроме этого, являясь в течение многих лет иракским шпионом... И не только иракским, но и иранским. И действуя по прямым указаниям из Багдада и Тегерана, готовил вопиющие преступления. Теракты с целью уничтожения символов американской демократии. И гений, гена. Статуи свободы и белого дома. Гений, гена. В связи со всем вышеизложенным, прошу применить ко мне высшую меру наказания. И расстрелять, как бешеного пса. И дорогая не узнает, какой у парня был конец. Учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и помощь следствию, особая тройка приняла решение удовлетворить последнюю просьбу подсудимого и применить к нему высшую меру наказания. Растрел! Приговор окончательно обжалованным не подлежит. Браво, браво. У нас, товарищ военюрист первого ранга, и не такие бобры кололись. Да у меня не то, что бобры, а у меня рыбы заговорят. Блин! Не понял? Блин! А, это... Огонь! Субтитры подогнал «Симон»